Продолжение следует... Продолжение следует... Это и образование, и детские дошкольные учреждения. Качество жизни – это и медицинское обслуживание. Качество жизни – это и благоустройство города. И качество жизни – это настроение самих жителей. Новогодние мероприятия будут проходить на курорте ежедневно во всех районах. В Лазаревском парад Дедов Морозов можно будет увидеть 26 декабря. В этот же день для самых маленьких пройдет утренник. Жители хосты смогут принять участие в новогоднем хороводе 28 декабря. А в выходные всех сочинцев и гостей курорта ждут в парке Ривьера. Свои праздничные программы подготовили и горнолыжные курорты. Подробную программу можно посмотреть на сайте городской администрации. Вообще мероприятий в городе стало больше. Это отмечают сами сочинцы. Мероприятий однозначно стало больше и для детей стало больше мероприятий. Поэтому больше стало бесплатных мероприятий, больше стало бесплатных секций для занятий. У меня старшая дочь занимается, например, в центре внешкольной работы в бывшем доме пионеров. Там совершенно потрясающие секции для детей бесплатно. Очень понравился и фейерверк, и конкурс нарядов. Вообще в городе все классно для детей, организованно. Детям очень комфортно и интересно. Кстати, к детям, которые в силу здоровья не могут посещать новогодние утренники, Дед Мороз придет сам. Глава курорта вручил четырем зимним волшебникам конверты с адресами детей, которых нужно поздравить с Новым годом дома и вручить им подарок. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. Сегодня праздник открытся!